Салат это такая зеленая культура, которую легко вырастить и на грядке в открытом грунте, и в теплице, и даже дома на подоконнике. И так как я сегодня буду его сеять, то заодно буду делиться с вами всеми подробностями. Это какие есть способы посева, их сроки, глубина заделки семян, в какой фазе и сколько раз нужно прореживать растения, а также как часто и обильно их поливать, и заодно я, конечно же, расскажу и покажу, какой из сортов я буду выращивать в этом году. Итак, начну я с того, что под салатом мы обычно подразумеваем любую быстро растущую и неприхотливую листовую зелень. Но если же все-таки детально все разложить по полочкам, то именно салата есть большое разнообразие. Например, это листовые, качанные и полукачанные виды, рамен-салат, крест-салат, рукола и даже та же пекинская капуста, это, можно сказать, тоже есть китайский салат. Но самые популярные из них виды, помимо пекинки, это листовые и качанные. И их, как я уже сказала, можно выращивать и прямым посевом в грунт, и через рассаду, если нам нужно получить урожай как можно раньше. И в открытый грунт сеять можно начинать очень рано, даже в апреле-майе, а в теплицу и того раньше, то есть прямо в самом начале весны, когда мы начинаем только свои первые посадки. На грядку я обычно салат высеваю рядками, для этого делаю бороздки глубиной 1,5 см и на расстоянии друг от друга 1,5 см. А затем, как растения подрастают, то в ряду я их прореживаю. Самый первый раз, это в фазе первого настоящего листочка, оставляя между сеянцами 5-7 см, а во второй раз, спустя еще пару недель, уже оставляя окончательное расстояние между растениями, это 25-30 см. А еще я выращиваю салат нетрадиционным способом, это в картонных лотках из-под магазинных яиц. И для этого я еще дома раскладываю по несколько семян в ячейки, слегка присыпаю их земелькой, затем эти лотки складываю друг в друга стопочкой, привожу на дачу и размещаю уже непосредственно на грядке. Преимущество такого способа выращивания, как и редиса, в том, что семена очень удобно сеять в лотки, то есть сидят дома, на диване. Растения получаются не загущенные, так как они размещены в ячейках на равном расстоянии друг от друга. И, естественно, почва вокруг них уже замульчирована. В этом году я выбрала для выращивания такой скороспелый салат со сроком созревания 45-50 дней, называется Скорик, а от фирмы ваше хозяйство. Этот сорт качаный, розетка листьев у него прямостоячая, диаметром сантиметров 30 и высотой сантиметров 15. А сам качан округлый, среднерыхлый, высотой диаметром около 15 сантиметров и массой граммов до 300. Листочки у него волнистые, нежные, маслянистые и сладкие. И что особенно ценно в этом салате, так это то, что растение хорошо растет при пониженных температурах, устойчиво к болезням и вредителям, быстро развивается и долго не уходит в стрелку. А приобрести эти семена вы можете, как и я, выписав их с интернет-магазина у производителя. Ссылку на сайт я закрепляю в описании. Я выращиваю салаты этой фирмы уже не первый год и другие виды тоже брала на пробу. Все они мне очень понравились, они вкусные, исключительно витаминные, с такими хрустящими листьями. И что очень важно, это совершенно без горечи. Ну а для того, чтобы вырастить салат через рассаду, то я беру кассету с отдельными ячейками и в каждую из них сею по 3 семечка. Слегка их заглубляю, накрываю пленкой и жду всходов. А когда они взойдут, то слабые сеянцы я удалю и в каждой ячейке оставлю по одному самому крепкому. Температура для хорошего роста салата нужна градусов так 16-20 тепла. Но вообще он хорошо растет и при более низких температурах. Главное, чтобы не было совсем уж холодно, но не ниже градусов 10. Во время роста рассаду нужно регулярно поливать и желательно опрыскивать растения, так как сухой квартирный воздух им также вредит. Причем почва должна быть хорошо дренирована. Ведь если вода будет застаиваться, то корни и нижние листья у салата могут начать загнивать. А уже после высадки на грядку перелив, конечно же, менее вероятен. И поэтому поливаем растения хорошо и хотя бы раз в неделю. Ведь корни у салата уходят в почву неглубоко. Зато широкие листья сильно испаряют влагу. Точно так же, как и у капусты. Более того, именно при недостаточном поливе листья у салата могут немного горчить. И чтобы избежать этой горечи, не забываем их поливать. И вовремя снимаем молодые и не переросшие растения. Спасибо за просмотр. Ставь палец вверх и подписывайтесь на мои каналы. Ставь палец вверх и подписывайтесь на мои каналы.